Меня вот в последнее время подбешивают немного фразы, типа учиться не надо, зачем вам образование, оно вам ничего не даст, идите сразу занимаетесь чуть ли не бизнесом, и всякие доморощенные гуру втюхивают вам курсы успешного успеха. По их мнению, образование вам не нужно, а чтобы научиться зарабатывать деньги, нужно просто купить их курс там за 10 тысяч, за 5 тысяч, у всех по-разному. Проблема только в том, что зарабатывают они как раз на продаже этих самых курсов и больше ни на чем. Ну а я же, как человек, который за эти 2 месяца заработал 200 тысяч, то есть по 100 тысяч в месяц в интернете, на статьях в интернете, хочу сказать, что образование нужно, образование обязательно и без него никуда. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Ну давайте начнем с того, что я покажу подтверждение своих слов, чтобы не быть голословным, как эти самые гуру, которые продают свои курсы. Ну давайте перейдем в кабинет налогоплательщика, год у нас только начинается, 2021, давайте посмотрим по периодам, если смотреть в общем-то доходы за этот год у меня 285 тысяч, но перейдем по периодам посмотрим. Перейдем в периоды и вот смотрим, то есть первый месяц, январь, был не очень большой доход, то есть доход за месяц всего 33 тысячи. Второй месяц, февраль 39 тысяч и дальше пошло, вот март 110 тысяч 767 рублей, апрель 102 тысячи 027 рублей. Это причем еще не полный доход, потому что апрель еще не кончился. Здесь вот если посмотреть, доход от иностранных юридических организаций, это от ютуба доход 12 тысяч здесь, доход от ютуба еще не учтен, я его не внес, потому что еще месяц не закончился, деньги еще не пришли. Ну львиная доля этих доходов, конечно, пришла с пульса от mail, могу показать даже. Вот у меня здесь в апреле 87 тысяч, за март тоже 87, сегодня отправил чек с новой продажи, как самозанятый, 6% и читается, то есть со 100 тысяч где-то 6 тысяч налога приходится заплатить. Вот выручка за апрель месяц еще не кончился, 36 387 рублей, ну посмотрим как там дальше будет. Но собственно то, что я вам хотел показать, это вот, что за 2 месяца по 100 тысяч приходит 110 тысяч и 102 тысячи, но здесь будет больше. В целом понятное дело, что это суммированный доход с Яндекс.Дзена, с пульса и с ютуба, то есть с ютуба приходит не так много, 10-15 тысяч, с Яндекс.Дзена у меня тоже сейчас не такой большой доход, где-то 20-30 тысяч приходит, ну и ладно. Я там теперь не так активно и каналы веду, в основном вкладываюсь в личный блог, по истории тоже иногда 2-3 статьи в неделю выкладываю и как бы нормально. Вот, канал про фильмы вообще забросил, если честно, ну и на пульсе стараюсь все-таки каждый день статьи выкладывать, потому что там более-менее стабильный доход сейчас идет. И понятное дело, что 100 тысяч в месяц в принципе хватает на то, чтобы, ну практически на все хватает. Единственный момент, что со свободным графиком тут тоже проблема, потому что если писать каждый день по 3 статьи хотя бы на одну площадку, то в конечном итоге это занимает большую часть времени. Плюс если снимать видосы, ну как бы проблематично тоже ездить по каким-то другим городам и снимать самого себя, это все монтировать занимает очень много времени. Но это на мой взгляд все равно немного лучше, чем сидеть целый день в офисе, писать какие-то отчеты, планы на день там, выслушивать эту ругань от начальника, ну его нафиг. И на мой взгляд, чтобы хоть что-то зарабатывать в интернете, чтобы это приносило хоть какие-то деньги, все равно нужны образования. Понятное дело, если вы какой-то там ютуб-блогер, харизматичный, то вы можете записывать любую чушь, выкладывать, люди вас будут смотреть, будет ли это приносить большие деньги или нет, развлекательный контент. Потому что он такой не очень высокооплачиваемый, то есть если вы рассказываете свое мнение о фильмах, какой-нибудь обзор на шаверму, как делают некоторые блогеры, то возможно просмотры будут, если вы интересно будете рассказывать. Но будет ли это с монетизацией приносить нормальные деньги, большой вопрос. А чтобы приносило большие деньги, там нужна миллионная, наверное, аудитория. При этом за обучающий контент платят намного больше, то есть если вы рассказываете, как что-то сделать, как написать статьи, как заработать денег, то понятное дело, что доход будет намного выше. Просто потому что реклама в этой области намного дороже. Но опять же, чтобы рассказывать о таких вещах, нужно какое-то образование. Понятное дело, что есть люди, которые зарабатывают какими-то нечестными путями, продают какие-то вот эти вот курсы все, какую-то чепуху продают и на людях зарабатывают. Но долго ли вы так продержитесь, долго ли будут вам верить люди, большой-большой вопрос. Ну а чтобы зарабатывать более-менее нормально, можно писать статьи на Яндекс.Дзен, можно писать статьи на Пульсе. И одно дело, если вы просто там пишете что-то для себя и не особо заботитесь, читают вас или нет. А чтобы читали, чтобы получать этого деньги, нужно писать хорошо, нужно, чтобы как раз читали. Ну а чтобы читали, нужно, чтобы в тексте было минимум ошибок, нужно, чтобы было понятно, ясно и внятно изложено. Так вот, когда вам в следующий раз будут втюхивать теорию о том, что школьное образование не нужно, там учат какой-то чепухе, а когда вы там последний раз использовали физику, когда последний раз вам пригодилась химия, когда вам это пригодилось то, то просто не слушайте этого продавца курсов. Они ведь что делают? Они говорят, за какую-то неделю или там за две недели мы научим вас зарабатывать в интернете по 100 тысяч в месяц, покупайте наши курсы, которые там стоят чуть ли не сами, поверьте, 100 тысяч. Ну вот я, как человек, который реально зарабатывает по 100 тысяч в интернете, пусть и пару месяцев, хочу вам сказать, что никакого секретного способа заработка больших денег в интернете не существует, никакой тайной методики, а если бы она существовала, то никто бы с вами ей не поделился. Ну просто вот сами посудите, есть у меня доход какой-то там 200 тысяч в месяц, и я хочу там, не знаю, продолжать зарабатывать те же деньги и ни о чем не париться. И зачем мне, скажем, продавать кому-то курсы за 15 тысяч рублей, если у меня месячный доход намного выше этой суммы? При этом, если я такой альтруист и реально этим способом делюсь, то где гарантия, что этот человек, с которым я поделился, не расскажет об этом способе другим людям? А другие люди придут в эту же сферу, и вот этот вот фиксированный фонд денег, который мне шел каждый месяц, он значительно поубавится, просто потому что конкуренция стала выше. Так работает на Яндекс.Зене, так работает на Пульсе, то есть как только авторов становится намного больше, денег становится намного меньше. Так что никто и никогда не будет делиться с вами реально работающими схемами заработка. Единственная цель, ради которой продают всякие курсы, это заработать на продаже этих курсов. Налить в эти курсы какой-нибудь воды бесполезной и продать их. Возможно, есть какие-то курсы для самых начинающих, где вас учат, как добавить статью, как написать заголовок какой-то. Ну, блин, вот примерно как у меня первые видосы, которые выходили на канале. Вот эта информация, возможно, напихают в какие-то курсы и продадут ее за деньги. Но зачем вам это покупать? Можете посмотреть у меня на канале совершенно бесплатно. Поэтому я, кстати, не продаю никакие курсы, потому что всю ценную информацию я могу рассказать так и не считаю, что за это нужно брать какое-то вознаграждение. Ну, а так в целом, если вы хотите писать, зарабатывать в интернете, но у вас пока что ничего не получается, то, блин, ну, нужно время. Люди, которые хотят все и сразу, получают нифига и постепенно. Тут поучительная история одного моего товарища, который живет как раз в Питере. Мы с ним еще не были знакомы, когда он завел свой канал на Яндекс.Дзене. Он смотрел мои видео, как-то вот про заработок смотрел, как писать статьи. Ему казалось, что какие-то баснословные деньги я там зарабатываю, а там на тот момент я показывал, что зарабатываю там 20-30 тысяч в месяц. Ему казалось, что это очень много, что это чуть ли не реальная цифра. Потом я переехал в Питер, начал с ним общаться, как-то мы увиделись, попили кофе, поговорили. И на тот момент, через некоторое время уже, он начал зарабатывать чуть ли не по 5 тысяч в день. Это намного больше, чем я тогда зарабатывал. Понятное дело, что это все происходило периодами, то есть 5 тысяч в день он зарабатывал, так неделю продержалось, потом упало, потом опять возросло, но на тот момент он больше сотки, конечно, заработал. Так вот, он к этому шел постепенно, то есть писал статьи, у него, возможно, что-то не выходило. Где-то маленький заработок был, где-то большой заработок был. Со временем это все вот набирало обороты и получилось. Так что нужно писать, стараться, какие бы трудности ни возникали, и на Дзене и на Пульсе помнить об одной вещи. Как бы высоко в плане заработков вы не забирались, в конце концов придется очень больно оттуда падать. Вот есть у меня сейчас доход по 100 тысяч в месяц, но пройдет, там, не знаю, может быть еще месяц, месяца два, и в конечном итоге он упадет до 50, до 30, и когда-нибудь станет намного меньше, и восстановится ли большой вопрос, но я надеюсь, что потом восстановится, и потом опять будет взлет, падение, и так вот в этой сфере и будет происходить всегда. Нет, здесь никакой стабильности, но если вам нужна стабильность, то есть, наверное, вам нужно идти работать в офис. У нас ведь как все хотят, чтобы ничего не делать и получать много денег. Понятное дело, что Пульс, Дзен и Ютуб — это такая вот хорошая работа. Нужно много работать, анализировать самому на себя. Другое дело, что чтобы зарабатывать постоянно и много, нужен какой-то накопительный эффект. То есть, допустим, вы что-то пишете, на вас подписываются, и как бы, ну, вы зарабатываете на этом деньги. Но тут такой момент, что Дзен, Пульс и Ютуб — площадки нестабильные. У вас сегодня хорошие деньги, потом трафик упал, и все. Так что накопительного эффекта в самой площадке нет. Единственный накопительный эффект у вас в голове. То есть, вы тренируетесь, вы что-то делаете, вы развиваетесь, у вас появляется опыт. За счет образования, самообразования это происходит. Это нужно было делать еще в школе, в университете. Ну, как бы, если там не получилось, то продолжайте. Но если есть возможность учиться там в университете и в каких-то образовательных учреждениях, то только как бы плюс большой. Вот такая вот бесплатная реклама образовательной системы Российской Федерации, да и не только Российской Федерации, вообще любой страны. В общем, чтобы зарабатывать хорошие деньги, нужно развиваться долго, муторно и тяжело. И вот этот накопительный эффект, он не в статьях каких-то, не на площадках Яндекс.Дзена, Пульса или там Ютуба, а у вас в голове. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится», на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok